Слова нашему Господу, друзья, что на сегодняшний день мы все имеем возможность. Может быть, я не знаю, если есть здесь инвалиды, кто не может ходить. Но в основном мы все пришли своими ногами. Если кто-то когда-то переживал из вас проблемы какие-то, может быть, или еще что-то, вы понимали, насколько серьезно и насколько важно ходить своими ногами. Сегодня мы видим перед нами вот эти прекрасные плоды, которые произрастила земля для человеков, для каждого из нас в этом году. Ничего консервированного нет. И вы знаете, есть, да? Говорят, есть. Но это тоже плоды, которые произросли в этом году, и их уже успели законсервировать. Они не сохраняются так открыто долгое время. И как мы пробили, друзья, если мы только можем себе представить, что каждый из вот этих плодов, каждый из вот этих стеблей, он показывает величие Творца Небесного. В каждом этом растении, в каждом плоде, в каждой ягоде есть жизнь, которую дал Всевогущий Бог. И как мы пропели, что каждое растение, оно говорит, велик наш Бог, велик наш Творец. И когда мы пели, я почему-то посмотрел на вот это все, что произрастила для нас земля, что дал нам Господь, и в мое сердце проник такой тонкий звук. Оно как наполнило моего сердца, что действительно, смотря на это все, оно говорит для каждого из нас, что велик наш Бог. Дорогие друзья, перед тем, как мы еще прославим нашего Господа и от сердца вознесем Ему благодарность за все, что мы имеем, за все, что даровал нам Господь, эти прекрасные плоды, благополучие, благоденствие, мир, кровь над головой. Это все от нашего Господа. Я хочу обратиться к Слову Божьему, прежде чем мы воздадим Ему славу. И чтобы это было очень просто на сегодняшний день, я обращусь к теми словами, которые вот здесь написаны, буквально сзади меня, большим шрифтом. Конечно, когда у нас вчера срывалась верхняя линия, то у нас получались очень интересные фразы, которые было очень интересно воспринимать. Сейчас все правильно, все хорошо. И поэтому, когда я смотрел на эти слова, Господь Бог, я верю, что здесь нет людей, которые не верят, как это говорится интересно английским языком, в супер-пауэлл, что не верят в то, что есть сила выше того, что мы видим человеческими глазами и можем себе представлять при этой кратковременной жизни. И этот вечный, великий Бог, который есть Дух, который обращается не лицом к лицу, вот так, как он, может быть, с Моисеем говорил, а к нам, просто к нашему Духу, осторожно, чтобы не разрушить нашу духовную мораль и систему, чтобы, так, каким-то большим своим присутствием просто нас не уничтожить. Он начал нечто мне говорить, когда я смотрел на эти слова. В четвертой главе послания Евангелия Иоанна Иисус Христос говорил такие слова. Вы сейчас их все вспомните. Он обращался к народу, которые окружали Его, и Он говорил, вы говорите, что вот еще несколько месяцев, четыре месяца, и наступит жатва. Это, говорит, вы так говорите. А, говорит, я вам говорю, помните, что Он сказал? Он говорит, посмотрите, look around, посмотрите вокруг, посмотрите, посмотрите на поля, посмотрите на нивы, посмотрите на все, что вас окружает, и сделайте вывод, посмотрите, как они побелели и поспели к жатве. Конечно же, Иисус Христос говорил глубоко духовные мысли, и взгляд Его был не такой, какой был взгляд людей. Иисус Христос Иисус Христос Иисус Христос